Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие любители природы! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Александра Сергеевна! Что это за квадратики с буквами, а? Да, я не понимаю О, так это ж, наверное, кроссворд Совершенно верно, Коксик В этом кроссворде нужно отгадать четвероногих героев литературных произведений Это слонов, что ли? А что, только у слонов четыре ноги Ой, Шунина смешила Не могу Сами тогда отгадывайте Этих героев, друзья мои, я думаю, вы все хорошо знаете За пустыми клеточками прячутся имена собак из разных сказок И вы должны их отгадать Здорово, а? Ага, это просто! Ну, давайте, давайте, скорее начнем Итак, первое слово состоит из семи букв Слушайте внимательно Преданный пудель Мальвины из сказки «Золотой ключик» или «Приключение Баратино» Так, как же его зовут, а? А я знаю, это Артемон, пудель, так порода называется Ну-ка, ой! Молодец, Шуня! И по букву он вроде подходит А-Р-Т-Е-М-О-Н-А-Р-Т-Е-М-О-Н-А-Р-Т-ně подходит! Какие вы молодцы! Так быстро отгадали! Слушайте второе задание Как зовут пёсика Элли из сказки «Волшебник из умрудного города»? Я, я знаю, собачку Элли зовут Татошка Правильно И, наконец, третий вопрос Друзей этого героя зовут дядя Фёдор и кот Матроскин Так это же, это же шарик из простоквашины, это же проще простого Какой породы были Татошка и Шарик? А разве это важно? А почему нет? А потому, главное, чтобы пёс настоящим другом был Ты правильно говоришь, Шунечка Собака любой породы, если её воспитывать терпением, любовью и лаской Может стать преданным другом Интересно, а почему все дети хотят собаку завести? Ну, кто это все? Например, малыш из сказки «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» Эээ, сложный вопрос Это надо подумать Не только дети, уверяю вас, хотят иметь собаку А почему? Вероятно, потому, что собака была рядом с человеком с очень и очень давних времён Она верно служила ему, помогала добывать пищу, охраняла и даже нянчила малышей И была просто хорошим другом Правда, настоящие помощники! А всё почему? Потому что умные они А я спрашивал про породы, какая же из них самая лучшая, Александра Сергеевна? На твой вопрос, Зубок, уже верно ответила Шунечка Да-да, я говорила, что самое главное, чтобы рядом был хороший друг Ну что ж, я согласен А пород собак великое множество Про некоторые из них я вам сейчас расскажу Давайте расскажем Ой, да-да, это интересно Среди собак есть очень необычные представители Вот, например, Чао-Чао Ой, а почему Чао-Чао? Язык синий Она что, ежевики объелась? Хе-хе-хе-хе Синий фломастер сгрызла Хе-хе-хе-хе Конечно нет, просто это характерная черта породы А-а-а, а ещё она такая пушистая Как Мишка Я бы с ней поиграл, побегал с удовольствием Несмотря на свой игривый внешний вид, друзья, эта собака несколько ленива, она не любит играть О-о-о, жалко Да, а нам бы так хотелось, да, Кокси? Да Ну, да Не переживайте, друзья Я знаю, кто вам составит компанию в играх Кто? Пудель Собаки этой породы отличаются дружелюбным нравом, любят играть и ещё они очень умные Пудели – верные друзья детей и взрослых Бывают они большие, средние и карликовые А их окрас может быть очень разнообразным Хе-хе, какие красивые! Да, и мне они нравятся И мне тоже, я люблю весёлых Александра Сергеевна, а какие ещё необычные породы бывают? Есть такие малюсенькие собачки, вот я не помню, как они называются Ну, например, Йоркширский терьер Это одна из маленьких пород собак и весит он всего около трёх килограммов Ой, какой маленький, как игрушечный Да, с таким, наверное, не поиграешь Почему же? Йоркширские терьеры очень любят играть Да, здорово! А какие ещё маленькие собачки существуют? Например, Чихуахуа Чих... А как? Чихуахуа Несмотря на свой рост, это очень смелая и отважная собака Правда, немножко обидчивая, но не злая Ха-ха, как же так? Такая маленькая собачка, а ничего не боится? Я думал, что только большие собаки бывают храбрыми Александра Сергеевна, а вот больших собак, их тоже много Да, Коксик, существует огромное количество пород крупных собак Чтобы перечислить их, нам не хватит и дня Вот посмотрите на этого красавца немецкого дога Какая огромная собака! Немецкий дог бывает разных расцветок Несмотря на свой большой рост, эта собака очень дружелюбная, добрая и преданная хозяину Но какого бы размера ни была собака, её нужно воспитывать с детства, как я вам уже говорила Ну, большую-то понятно, а маленькую зачем воспитывать-то? Щенок любой породы, которого взяли в дом, как ребёнок И то, какой собакой он вырастет, зависит от правильного воспитания Чтобы собака стала верным другом и помощником, нужно приложить много усилий Ну-о-о, опять усилия прикладывать Но все эти усилия будут не напрасными Когда рядом с вами будет понимающий, благородный, верный и бескорыстный друг Который поддержит в трудную минуту Понятно Да-да-да Ну что ж, а на этом наш урок подошёл к концу Всего вам доброго, юные любители природы До встречи в Шишкиной школе!